КОНЕЦ 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 Предлагавшегося концепта стало понятие некой особой демократии с ударением на суверенности, которая должна была повести Россию по пути успеха, соединяя ее специфические черты с универсальными ценностями современного мира. Получилось ли это? Очевидно, нет. И это давно уже понятно. Моральное преимущество отражается в полной международной изоляции России после начала войны с наиболее исторически близким соседом. Крым был, есть и всегда будет российским. Там русский народ живет. Его никто не заставит перейти на украинский язык. У нас президент сказал, что мы должны провести деноцификацию и демилитаризацию. Провели дальше что? Нет, провели дальше что. Мы пока ничего не провели. Для того, чтобы это сделать, для того, чтобы эти две задачи были выполнены, нужно полностью взять под контроль территорию Украины. И градус этой ненависти зашкаливает. Поэтому фактически сегодня идет война не столько с Украиной, сколько с таким коллективным Западом, который стоит сзади украинских солдат. Какова должна быть судьба так называемой Украины в рамках большого русского мира? Ну, я всегда говорил и говорю, что Украина – это, в общем-то, часть России, это наша юго-западная часть нашей страны. Динамичная промышленность по-прежнему не способна преодолеть 80-100% зависимость от импорта продукции новых отраслей индустрии, да и не только их. Мы же очень любим поговорить о России как стране наступившего стабилистца. Причем я люблю в этой части посмотреть речь товарища Иосифа Виссарионовича Сталина на, по-моему, если не изменяет память, мне то ли 17-й, то ли 18-й съезд ВКПБ, где, если, в общем-то, убрать СССР, поменять его на Россию, то первый абзац посвящен экономическому кризису, который развивается в те годы, это 1934 год, а вторая часть посвящена как раз СССР как стране наступившего стабилистца и как, в общем, капитализм загнется. А теперь возвращаемся на нашу почву. Возьмем просто банальный анализ состояния того ВВП, о котором мы говорим, из чего он состоял 15 лет назад и сейчас. Если мы посмотрим, что нефтегазовые доходы составляли по 15 лет назад всего 7-8%, до 10, давайте округлим, условно говоря. Сейчас наши недрони, которые невозобновляемы фактически, составляют от 55 до, если добавить туда еще и металл, то, может быть, до 60-65. То есть худо-бедно, там, в лихие 90-е, о которых мы плохо-хорошо говорим, но существовало некое слово российская экономика. Сейчас это, по сути дела, сырьевое. Сейчас Россия представляет из себя даже не сырьевую державу, а сырьевую колонию, потому что сырьевая держава занимается выделкой, скажем так, из своего нацпродукта, там, нефтегаза, что-то. Этим занимаются там Австралия, Новой Зеландия и все остальные страны. Мы же просто гоним сырье нашим супостатам, как мы это любим говорить. Бытовой комфорт наполняется особо оригинальным содержанием по мере замещения качественного европейского сыра молочными фальсификатами. Любителям сыра с этого дня следует внимательнейшим образом изучать состав любимого продукта. Тут выяснилось, что он большей частью на наших прилавках подделка. Хуже всего с сырным рынком. Россельхознадзор заявил, что 78% всей продукции фальсификат. А Роспотребнадзор и вовсе при проверке наткнулся на 24 несуществующих завода. То есть некачественная продукция в магазинах лежит, но где она производится никто не знает. Экспертиза товаров, выборочно закупленных Ярославским институтом качества сырья и пищевых продуктов, показала 92% проверенной сгущенки, 90% сыра, почти 80% масла и около 60% мясной продукции являются фальсификатом. Новая вера оказывается очень старой, порожденной иллюзиями и мифами православных иерархов и их последователей, вдохновляемых решениями церковных соборов тысячелетней давности. Всегда говорю, три раза русская армия Берлин, вы Москву не взяли ни разу и запомните, передайте всем поколениям, никогда не возьмете, никогда вы не возьмете Москву, ни Америка, ни весь Запад, который сегодня ополчился против нас, не сломить русского солдата. И они рассуждают, что этот народ победить можно? Да нельзя его победить, потому что нет милосердней народа на свете. Почему нас Господь любит? Почему Господь дал нам шестую часть суши, шестую часть моря, одной стране? Потому он нам и дал, потому что мы русские люди, потому что мы благочестивый народ. Нет сильней нас в мире народа и никогда на земле не будет, потому что не евреи избранный народ, а русский человек народ избранный, чтобы знали. Для Господа и для Богородицы мы народ избранный. Аминь. Станет Бог. Мы русские, станет Бог. Говорить о справедливости по-русски, то есть на языке страны, распределение богатства, которое является самым неравномерным в Европе, довольно странно. И ответ на вопрос о том, обратится ли Россия по обыкновению к разорительному и беспощадному огосударствлению, уже дан самой жизнью. Да куда же ей уйти от этого? Почему прекрасные мечты Суркова, рассуждавшего о модернизации страны, сбережении народа и утверждении свободы, воплотились лишь в его нынешнюю кропотливую и малозаметную работу по утверждению консерватизма да апологию гибридной войны? Важное место в ответе на этот вопрос играет ошибочность самой постановки задачи, которая была предпринята в середине прекрасных двухтысячных. Проблема коренилась не в термине «суверенность», а в понятии «национализация». История показывает, что национализировать можно только то, что уже создано, но пока не принадлежит государству, народу. В этом контексте проходили все великие национализации. Они перераспределяли уже имеющееся богатство, причем в некоторых случаях это приносило позитивные результаты. Национализировать будущее невозможно, просто потому, что, как показывает современное экономическое развитие, новое благо и новая экономика создаются частными лицами, частной инициативой и, в конечном счете, тем творческим сословием, которое является, как отмечал Сурков, ведущим слоем нации, возобновляемым в ходе свободного соревнования граждан, их политических, экономических и неправительственных объединений. Единственным вариантом национализации будущего может стать тоталитарная диктатура, при которой каждый человек является не свободной личностью, а полной собственностью государства. Именно собственность власти на человека, как на создателя будущего, только и способна стать базой для его национализации. Это происходило в Советском Союзе, в сталинские времена. Но было, как хорошо известно, несовместимо с любым сбережением народа, каждодневно оборачиваясь прямым убийством или доведением до смерти тысяч граждан страны. Нынешняя российская власть, к сожалению, не научилась ничего создавать. Она может только перераспределять и национализировать уже имеющееся благо. В целях стабилизации отношений собственности и недопущения каких-либо возвратов к теме ее передела, считаю возможным поддержать предложение об уменьшении срока давности по приватизационным сделкам с 10 до 3 лет. Причем речь идет здесь о всех приватизационных сделках, совершенных и юридическими лицами, и гражданами Российской Федерации. Полагаю, что для граждан это особенно важно, речь идет о миллионах наших граждан, которые в 90-е годы приватизировали квартиры. После такого сообщения гости заговорили с президентом легче и непринужденней. Представители бизнеса сетовали на административные трудности перемещения капитала, например, в соседнюю Украину, и корысть свою не скрывали. Вы имеете в виду открывающиеся возможности в связи с возможной деприватизацией и второй волной приватизации? В Украине, да, у нас есть на самом деле действительно хищный интерес, поэтому я не стесняюсь этого слова, поскольку мы считаем, что для нас экономическое доминирование в республиках СНГ – это самый разумный и рациональный способ роста. В то время как в мире каждый год появляются десятки новых идей и концепций, россияне занимаются только национализацией идей Ивана Ильина и ему подобных граждан, создававших свои теории, не будем вдаваться в их содержание, в 19 веке или в первой половине 20-го столетия. Бессмысленно надеяться на появление новой экономики излучения квазирелигиозных догматов и умозрительных концепций, давно отживших свой век. Но больше ничего подходящего для национализации под рукой нет и вряд ли появятся, хотя бы потому, что современные знания создаются по законам Creative Commons – творческих сообществ, и вряд ли могут быть кем-то присвоены. Иначе говоря, если в головах государственных лидеров нет других идей, кроме национализации, ее объектом может быть лишь прошлое, но никак не будущее. Вот слово национализация, она прямо заставляет схватиться за сердце многих. Но ничего, ничего в этом страшного нет, потому что если, допустим, самый банальный и смешной пример с Макдональдсом, продукты российские, здания находятся у нас, технологии все понятные и тоже, так сказать, находятся в стране, что мешает делать под другой вывеской те же самые бургеры и картошку. Да ничего не мешает. И так будет со всем. Так будет с автомобильными предприятиями, которые локализованы на территории России. В случае, если их иностранные собственники сделают какой-то шаг из страны, да, они будут национализированы, будут выпускать те же самые «Фольксвагены», но мы назовем их как-нибудь по-другому, не знаю, «Буратино». Вот, и поедем. Субтитры создавал DimaTorzok